МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Филатов Анатолий Николаевич, 1940 года рождения. Село Сухой Карабулак. Базар на Карабулакского района. Окончил институт военных переводчиков. Воинское звание лейтенант. Опыт зарубежной работы. Спецкомандировка в Лаос. Офицер главного разведывательного управления. Имеет доступ к секретным материалам государственной важности. Первая награда. 1965 год. Медаль во знаменование 20-летия победы Великой Отечественной войны. Затем медаль за воинскую доблесть. Медаль за безупречную службу 3-й степени. Медаль за безупречную службу 2-й степени. 1974 год. Завербован в Алжире Центральным разведывательным управлением США. Позывной Алекс. Великой Отечественной войны В июне 1973 года в Алжир Прибыл новый помощник военного атташе При посольстве СССР Анатолий Филатов. В его обязанности входили Организация протоколев мероприятий, Перевод официальной переписки И обработка местной прессы. Алжир государство в северо-западной части Африки. Бывшая французская колония. Численность населения в 1973 году Составляла примерно 14 миллионов человек. Столица город Алжир. Государственный язык арабский. Алжир в то время был единственным государством В северо-западной Африки, Где строили социализм. Советский Союз активно помогал молодому государству, Стараясь удержать его в сфере своего влияния. В Алжире были построены Сталилитейный комбинат, Тепловая электростанция, Фабрики по производству строительных материалов И оконного стекла. Много средств выделялось в разведку и добычу нефти. Год 1973. О том, что это время в Советском Союзе Потом назовут застой, Конечно, еще никто не знал. Советская колония в Алжире Была самой крупной в Северной Африке. Люди ехали сюда не только потому, Что хотели, как тогда говорили, Помочь своим алжирским братьям, Но и просто заработать. Отправляли за рубеж Только проверенных и надежных граждан, Которые смогли бы преодолеть Искушение западного мира. Заграничные командировки В те годы были единственным легальным способом Получить валюту и купить дефицитные вещи. Военный дипломат Анатолий Филатов Еще в Лаосе, вкусивший прелести Заграничной жизни, Всеми силами старался выехать в Алжир. Это сулило продвижение по службе И высокий, по сравнению с другими советскими людьми, Достаток. Опыт разведывательной работы за рубежом У него уже был. Оставалось только Применить его на практике. За рубеж раньше у нас выезжали Не так, как сейчас у многих странах, А с разрешения допуска давали. Допуск у нас в военных. Все военные выезжали только по запросу. Нет ли возражения против поездки за рубеж? Мы писали, что в военном. Возражений нет. И это являлось основанием для выдачи. Убийзи. Из доклада ЦРУ. В отношении советских людей Нам следует обращать особое внимание На представителей среднего возраста. Этот период жизни Включает наибольшее число разводов, Случаев алкоголизма, Супружеской неверности, Самоубийств, растрат, измен. Многие мужчины в этом возрасте Полностью пересматривают Свои взгляды на жизнь И моральные представления о ней. С оперативной точки зрения Этот период у советских граждан Представляет чрезвычайный интерес. За всеми сотрудниками Советскими или русскими, Которые приезжают за границу, Там организовывается слежка. Ну и задача слежки Выявить разведчиков. Это тоже не так сложно. Ну а дальше уже пытаться Нащупать контакты Этих разведчиков и так далее. Так что в принципе Обмен идет между спецслужбой И информацией О персоналиях об этих. И в общем Передвижение Вот я допустим работал Где-то там в Алжире Перебросили меня в Америку Вся информация, которую Американская резидентура имеет В Алжире обо мне Она пойдет в ЦРУ Алжир, конечно, за границей Но не бог весь какая Однако и здесь Среди североафриканских красот Необходимо работать Чтобы получить желаемое На зарплату сотрудника Военного Аташата Не разгуляешься Тем более пешком Автомобиль, которым пользовался Филатов Стоял в ремонте Буквально несколько дней тому назад Он попал в нелепое Транспортное происшествие Машину быстро починили И посоветовали быть осторожнее Не получилось Буквально на следующий день Новое столкновение Позже выяснилось Что обе аварии Были подстроены Сотрудниками ЦРУ Им нужно было заставить Разведчика передвигаться По городу пешком Он давно был у них в разработке И они знали о нем много У каждой спецслужбы Есть своя технология изучения Контингента Для вербовочной работы У американцев Она тоже была В Алжире И когда Филатов Приехал В командировку То его стали И изучать Транспортные аварии Были только Началом операции По вербовке ЦРУ Своего будущего агента Объект Офицер Сотрудник аппарата Военного аттажа Он высоко ценится Своими коллегами За трудолюбие И обязательность Он имеет явное желание Выслужиться Подняться По служебной лестнице И для этого У него есть все возможности Он коммуникабелен Легко сходится с женщинами Но у него не хватает денег Объект Носитель информации Особой важности Он безусловно Был секретоносителем Он знал многие Военные и государственные секреты Из области военной техники Поставок военной техники За рубеж И многое другое Все эти данные Проходили через его руки Получить эти данные Американцы Безусловно Желали Анатолий Николаевич Когда и при каких обстоятельствах Произошел ваш первый контакт С американской разведкой Посольство СССР В Алжире Должно было наведаться Высокое проверяющее лицо И мой шеф Военный атташе Решил по этому поводу Запастись хорошим сувениром Он знал, что приезжающий начальник Собирает книги по этнографии Во всех командировках Поэтому и поручил Филатову Заняться поиском новых книг Филатов выяснил В каком магазине есть такие книги Позвонил туда И сделал заказ Из материалов уголовного дела В конце января Начале февраля 74-го года Филатов вышел в город По пути в книжный магазин На одной из улиц города Около него остановилась машина Красного цвета В ней находилась незнакомая Молодая женщина Которая предложила подвезти Дело в том, что в Алжире Существовало такое негласное Европейское правило Оказывать друг другу Мелкие необременительные услуги Ну, например, если вы пешком Идете по улице То кто-нибудь обязательно Остановится с предложением Вас подбросить до нужного места Вы иностранец? Да Издалека Это Советская Россия А, значит, вы русский Я тоже немного говорю по-русски Что вы хотите этим сказать? Вам симпатичны большевики? А большевик это вы? Абсолютно верно И что здесь делает большевик? Ищет, что взорвать? Книжный магазин А почему именно книжный? Я не могу найти нужные мне книги Каждый разведчик Ну, в всяком случае В идеале разведчик Он сам старается завести Такие контакты В том числе Среди деятелей разведки Контрразведки Вражеской страны Это совершенно не значит Что он собирается изменять Это значит, что он хочет поработать Может быть, с той стороны Будет хорошее предложение Перейти на нашу сторону Допустим Женщину звали Надин На вид ей было 22-23 года Она была молода, красива Бойко говорила по-французски С легким акцентом К тому же Немного знала и русский язык И ей, как оказалось Было по пути По дороге они разговорились Филатов рассказал Что ищет книги По этнографии Алжира Когда они подъехали К магазину То уже непринужденно Беседовали Как старые знакомые Филатов в прекрасном Расположении духа Вошел в книжный магазин И подошел к продавцу Здравствуйте, Мсье Я вам уже звонил Что с моим заказом? Да-да, какой заказ? Да-да, я вам звонил По поводу моего заказа Что, действительно Кто-то звонил? Нет, этого не может быть Он заказал эти книги А теперь что я буду делать с ним? Он заказал эти книги А теперь что я буду делать с ним? Это не моя ошибка Это тоже не моя проблема Книги, за которыми Приехал Филатов в магазин Были в том самом свертке Который унес у него на глазах Покупатель в клетчатой рубашке Он купил последние экземпляры Именно тех изданий Которые были заказаны Филатову Как потом выяснили контрразведчики Содержание заказа Сотрудники ЦРУ Узнали из подслушанного Телефонного разговора Филатов совсем было пал духом Но на помощь ему неожиданно Пришла его случайная попутчица Она совсем не разбиралась В местной этнографии Но ее родители Собрали целую книжную коллекцию Сейчас они потеряли к ней интерес И если месье захочет Она готова показать ему эти книги Сделать это будет вполне удобно Потому что родители в отъезде Из материалов уголовного дела Мы разговорились И она пригласила к себе домой Заявив, что у нее есть Интересующая меня литература Подъехали к ее дому И зашли в квартиру Филатов был профессиональным разведчиком Он не мог не заметить Что что-то не складывается Во всей этой истории Его не насторожили Несколько незаметных На первый взгляд деталей Когда они с Надин Поднялись на этаж Новая знакомая Что-то уж очень долго и неловко Возилась с дверным замком Так, как будто Никогда раньше не открывала эту дверь А войдя в квартиру Он должен был сразу Обратить внимание на мебель Во всей квартире Мебель стояла какая-то разношерстная Совершенно не подходившая к интерьеру Но и это он пропускает Почему? Все очень просто Хозяйка была молода и прелестна Что это? Это библиотека? Нет, это небольшой сюрприз Путь к познанию Да, он был очень неравнодушен К женскому полу Я никогда не изучал В этом плане его досье И не пытался выникнуть Во все его амурные дела Но так по рассказам Знаю, что в этом смысле Он кое-чего достиг Но он себя при всем при том Еще считал и неотразимым мужчиной Вы дипломат? Вы дипломат? Как это интересно У меня никогда не было знакомых Русских дипломатов С наступлением вечера Все насущные проблемы и заботы военного дипломата Стали какими-то далекими и несущественными А вот книг она так и не нашла Но обещала найти Условились встретиться в том же книжном магазине Завтра Русские все такие красивые? Нет Только я На следующий день Как и было условлено Надин поджидала его в магазин Но опять пришла без книг Она объяснила это тем Что фолианты очень тяжелые И ему лучше проехать к ней домой И забрать их самому На этот раз Манипуляции с замком Были хорошо отрепетированы А в квартире кроме кофе Его ожидало нечто более существенное А в это время за стеной Сотрудники ЦРУ Делали свою профессиональную работу И делали ее не без удовольствия На наживку клюнула крупная рыба Советский военный дипломат На сленге разведчиков Это называется Попасть в медовую ловушку Именно в такую ловушку И угодил Филатов Медовая ловушка Это использование Использование мужчин Или женщин В любовных связях И на основе любви Создание агентурных отношений Но таких кущих было очень много В истории разведок Медовая ловушка построена не на компромате Потому что компромат предполагает Конечно Что-то Действие потом Но медовая ловушка Ведь она построена на любви Но в случае с Филатовым Ставка была сделана Именно на компромат Аппаратуры сотрудники Американской разведки Установили здесь много И технически грамотных специалистов У них тоже было достаточно Проходит совсем немного времени И Филатов опять идет по улице Рядом с ним останавливается Автомобиль красного цвета Это машина Надин Он ее, конечно, узнал Автоматически он садится в салон И только тогда Обнаруживает, что за рулем Мужчина Который представляется как Эдвард Кейн Он служит первым секретарем Специальной американской миссии При посольстве Швейцарии в Алжире На самом деле Эта должность была только прикрытием Кейн был сотрудником ЦРО Он протянул Филатову пачку фотоснимков Которые были сделаны Во время встречи Филатова и Надин Ваше имя Джеймс Бонн Это так? Что такое? Это же просто фото Семейное фото Нужно вам сказать Я обожаю фото Когда у меня есть свободное время Я с удовольствием этим занимаюсь Фото это огромное удовольствие В моей жизни Подготовить и потом фотографировать Это замечательно Подготовить и потом фотографировать Это очень здорово И особенно с девушкой Когда есть двое Парень и девушка Это здорово Хорошо Из материалов уголовного дела Опасаясь огласки и того Что меня отзовут из командировки Я боялся компрометирующих фотографий Моей связи с Надин Я поддался шантажу И согласился встречаться с Кейном То, что американцы решили шантажировать Филатова с помощью Надин Неудивительно Они еще в Лаосе Отметили его неразборчивость В отношениях с женщинами Из материалов Уголовного дела Филатов получил позывной Алекс Он провел с Кейном Более 20 встреч И передал ему информацию О работе посольства О проводимых ГРУ Операциях на территории Алжира и Франции Данные о военной технике И участии СССР В подготовке и обучении Боевиков из стран Третьего мира Методом ведения Партизанской войны И диверсионной деятельности Анатолий Николаевич Вы можете рассказать Где и когда происходили Ваши встречи С представителями ЦРУ Практически все встречи Происходили на конспиративной квартире Это как раз то место Где мы первый раз Познакомились с Надей Каким способом Вы попадали на конспиративную квартиру? По каким дням? Которые часы? В конце месяца Последнюю пятницу Я приходил в книжный магазин В 19.40 Это приблизительное время Закрытия магазина Я ходил Читал Брал книги Потом приезжал Надим Через 10-15 Я выходил С покупкой И дальше Она везла меня Как будто К себе домой Как происходила Ваша вербовка? Кто с Вами встречался? Кейн? Нет, не Кейн Тот человек С которым я встречался Я его не знаю Он никогда не называл своего имени Хотя Надей Называл его боссом Человек Который встречался с Алексом Никогда не называл своего имени Он давал ему посмотреть фотографии Сделанные на приемах в посольстве Потом задавал вопросы Кто на фотографии? В лоб мог спросить Кто это? Офицер групп В конце каждой беседы Он передавал Филатову деньги И говорил, что он его Очень выручил Пожалуйста Ты имеешь доступ В фотолабораторию Имею Вот Ты можешь нам достать Переписку Посла С Центром С Министерством Иностранных дел Попытаюсь Эта попытка Умечалась у него успехом Вот Здесь уже, как видите Не до шуток Предательство состоялось Завербованный агент плотно сидел на крючке И выполнял все просьбы ЦРУ Но его заграничная командировка заканчивалась В апреле 1976 года Стало известно, что Филатов Должен возвратиться в Москву Он очень надеялся, что дома полностью прекратит связь с американской разведкой На очередном приеме в советском посольстве в Алжире, когда к нему подошел Кейн Алекс так и сказал ему На меня в Москве не рассчитывайте Я смогу работать только тогда, когда меня опять пошлют за границу Кейн спокойно отреагировал на это заявление Потому что был уверен, что Филатов будет работать над ЦРУ и в Москве Очень интересно Так дела не заканчиваются Сначала нужно действительно закончить Хватит Я сыт погоня Но это не серьезно Ты возвращаешься в Москву И о чем ты думаешь? У нас хорошие контакты там с вашим КГБ Я уезжаю в Советский Союз У тебя там семья, ты хорошо подумал? Ну конечно, если человек решил себя связать с РУ Он переходит на ту сторону И он требует от них гарантий обычно Гарантии, что... Во-первых, гарантии хорошей жизни Чтобы у него был, по крайней мере, домик, машина и прочее-прочее Во-вторых, гарантии безопасности, чтобы его охраняли В июле 76-го года перед отъездом в Москву Алекс получил 6 писем прикрытий Копирку для тайнописи Блокнот с инструкциями Шифроблокнот Прибор для настройки приемника И запасные элементы питания для него Шариковый карандаш для тайнописи Фотоаппарат Минекс Из доклада ЦРУ Агенту Алексу было передано 10 тысяч алжирских динаров 40 тысяч рублей и 24 золотые монеты царской чеканки Достоинством 5 рублей каждая Помимо этого, заранее оговоренная сумма В размере 800 долларов Будет ежемесячно перечисляться на его счет В один из американских банков Американцы считали Алекса ценным агентом Именно потому, что он был кадровым разведчиком Хотя чин у Алекса был невысокий Но сотрудники ЦРУ делали ставку на перспективу И в этом они не ошиблись По возвращении домой Филатов получил весьма интересное назначение В только что созданную структуру ГРУ Это был специальный научно-исследовательский аналитический институт Для начальника геологической партии 3, 1, 2, 4, 2, 5, 4, 6, 8, 7, 9, 1 Очень жаль, что вы пока не имеете доступа к секретным документам Сообщите подробности об учреждении В котором теперь работаете Кем, когда, с какой целью оно создано Отделы, секции Характер, подчинение Весной 1977 года Радиоразведка КГБ доложила На территории Советского Союза действует новый канал Односторонней радиопередачи В процессе радиоконтроля Односторонних передач американской разведки Из числа большого количества ложных сигналов Было отфиксировано Что один Одна из передач Возможно принадлежит Разведчику Лепесток, как говорят профессионалы Покрывал районы Тульской, Калужской и Калининской областей Москву он не захватывал Контрразведчиками рассматривались два варианта Первый Агент еще не работает И сигнал идет только для отвода глаз Второй Агент уже работает И скорее всего именно в Москве Со специальной приставкой Те радиопередачи, которые велись на Калининскую область В то время Калининская называлась Оказалось позже Что это была уловка разведки противника Что знали, что мы фиксировали Где проходят волны больше, ближе По территориальности Они специально Так лепесток радио Грамм давали Что Москва была как на второсеменном месте И у нас никак Вроде Тайнопись Агент А кто как получает А потом выяснилось Что специальный прибор был Да, но она черепестки притягивает К Москве И хорошо Еще в Алжире сотрудник ЦРУ Вместе с Алексом Отработал безопасные способы связи На территории СССР Два раза в неделю Велись зашифрованные радиопередачи Из Франкфурта На немецком языке Было условлено Боевые передачи Будут начинаться с нечетной А тренировочные С четной цифрой Для обратной связи Предполагалось использование Так называемых писем прикрытий Якобы написанных иностранцами На крайний случай Предполагалась Личная встреча С оперативником ЦРУ В Москве В районе Стадиона Динамо Спецслужбы противника Снабжают свою агентуру Письменными прикрытиями Эти письма Выдаются Агентуре Уже готовые С адресами С текстом В письме И они должны Между строк Вписывать туда Шифрованные тексты С августа 76-го года Агент Алекс Принял 18 радиосообщений Из Франкфурта Не ограничивайтесь Сбором информации Которой располагаете По службе Завоевывайте доверие Близких знакомых И друзей Посещайте их По месту работы Приглашайте в гости Домой И в рестораны Где путем Целенаправленных вопросов Выведывайте Секретные сведения Которым Сами доступа Не имеете Не забывал Филатов и о себе Спустя Несколько месяцев После приезда Из загранкомандировки Он приобрел Новую автомашину Волга Ходил по ресторану И за короткий срок Потратил 40 тысяч рублей О которых не знали Ни жена Ни товарищи По службам Однако В ЦРУ Не были до конца Учтены Возможности КГБ Послежки За собственными Гражданами Внешне В поведении Филатова Не произошло Никаких перемен Только он стал Менее разговорчивым В беседу Вступал лишь тогда Когда отстаивал Ценности Существующего режима Тут он удивлял Иногда своим Темпераментом Другие темы Не касающиеся Службы Старательно обходил Во время Ночных дежурств Умел так все устроить Что создавал себе Доступ к секретной Информации И не только По линии своего Отдела Но и других Подразделений Шифрованные письма От Алекса Посыпались Как из рога Изобилия Алекс Активно передавал Разведывательные Материалы ЦРУ Через тайники С помощью писем Но На одном из конвертов Которые удалось Перехватить Филатов Неосторожно Оставил Свои отпечатки Пальцы И тот Кто до этого Момента Был безликим Агентом Стал Абсолютно Точной Фигурой Из материалов Уголовного Дела Филатов Анатолий Николаевич Место службы Научно-исследовательский Институт ГРУ Портор Первичной Порторганизации В оперативной Разработке КГБ Филатову Присвоено Кодовое Имя Сержант Соответствующие Оперативные Подразделения КГБ СССР Имели Данные Данные Радиоперехвата Другие Источники Информации Которые Свидетели Словали О том Что ЦРУ Усиленно Или ведет Работу Или готовится К Этой Работе С одним Из Сценных Своих Источников Нам не удалось Доставить посылку 25 июня Так как за нашим Человеком была Слежка И ясно Что он даже Не подходил К месту Американцы Старались Исключить Любые Подозрения Советской Контрразведки Насчет Филатова Поэтому Специально Для работы С ним В Москву Прибыли Кадовые Разведчики ЦРУ Винсент И Бекки Крокет Они Должны были Работать Под крышей Американского Посольства Из материалов Уголовного Дела Крокет Винсент Куля Родился 1 мая 47 года В Германии Гражданин США Прибыл В посольство США В Москве 3 апреля 77 года Должность Гражданский Помощник Военного Атташе По вопросам Обороны Крокет Бекки Родилась В штате Мэриленд 4 июня 47 года В браке Имеет Двоих Детей Обе Дочери Органы Органы Пытаются максимум получить от агента, вот, и американская или наша, но другой вопрос, может ли она это делать, имеет ли, все время агента толкаешь на то, чтобы он расширял свои связи, получал какую-то информацию новую, 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 но есть и пределы, есть и пределы, поэтому, значит, вот бывают случаи, когда агент выходит за пределы и попадает на подозрение противоположной контрразведке, тогда ему хана. У контрразведчиков не было уверенности, что Филатов не подобрался к серьезной информации и не попытается вскоре передать ее на запад. Было принято решение о его задержании. Под благовидным предлогом Филатов получает задание доставить пакет документов по определенному адресу. Практика обычная, так что подозрение это задание не вызвало никакого. Но там его уже ждали. Заходят, а ребята один в одном кресле, другой против его, раз, руку кверху. А он, ну вы что, просят шутки? А почему подняли, чтобы он ничего тут не прогласил? И это уже объявили, выарестованно. Обыск в квартире Филатова принес ожидаемые результаты. Из материалов уголовного дела. Были найдены неопровержимые улики сотрудничества Филатова с американской разведкой. Приставка к обычному радиоприемнику, которая позволяет улавливать сигналы передачи, специально для него предназначены. Копировальная бумага для тайнописи, фотоаппарат, вмонтированный в зажигалку, тайник, где хранились деньги, и другие хитроумные приспособления для шпионской работы. После обыска контрразведчики выяснили, оказывается, существует еще один канал связи, по которому уже прошел сигнал о скором проведении тайниковой операции. Это была целая система условных знаков, прочитав которые, можно было понять. Передачу посылки проводить можно. В результате следственных действий выяснилось, что 2 сентября 1977 года резидентура американской разведки планирует передать Филатову контейнер со спецматериалами и деньги. Оставалось получить последний подтверждающий сигнал. Характер и форма сигнала контрразведки были известны. Присаживайтесь, Анатолий Николаевич. Не волнуйтесь. Соберитесь с мыслями. И как ни в чем не бывало. Договорились? Ну и хорошо. Хорошо. Посольство Соединенных Штатов Америки. Добрый вечер. Я могу поговорить с Михаилом? Простите? Мне нужен Михаил. Вы ошиблись номером. Простите, не обратил внимания. Еще раз извините. Это был условный код разговора. Через 2 минуты звонок требовалось повторить. Посольство Соединенных Штатов Америки. Простите, я снова ошибся номером. Извините. Сигнал прошел. Что означало, тайниковая операция началась. Через час специалистами из наружки было зафиксировано, что из американского посольства выехала машина. За рулем находился Винсент Крокин. Рядом сидела его жена Бекки. Захват должен был пройти под мостом Костомаровской набережной. В операции участвовало 8 групп захвата. По плану, который разработали на Лубянке, оперативники не должны были выходить в эфир. Все было построено на условных сигналах. Парень, который как бы прогуливается по набережной, должен был закурить сигарету именно в тот момент, когда увидит машину с крокетами. И еще один условный сигнал. Идет прохожий. Он снимает с головы шапку. Это означает готовность номер один. Крокеты на своей машине должны были спуститься с моста и свернуть под него. Место, которое было выбрано, идеально подходило для проведения тайниковой операции. Потому что именно здесь набережная делает крутой поворот. Именно здесь машина скрывается из поля зрения на 5 секунд. Этого времени хватило, чтобы крокет затормозил и выбросил контейнер к бардюрному камеру. Запри дверь, запри. Запри дверь. КГБ. Это провокация КГБ. Прекратите. Вы не имеете права. Не имеете права. Не имеете права. На этой тайниковой операции разведчиков взяли с поличным. По сути дела, это был провал. Но крокеты так не считали. Они продолжили игру. Но уже по своим правилам. Это грязная провокация КГБ. Стоп, улет! Схит! Кам даун! Лива салон! Оставьте нас в покое! Убийцы! Мы поданы из Соединенных Штатов! Ну что, София не говорят по-русски? Миссис Крокетт. Миссис Крокетт. Вы говорите в России? Нет. Мы требуем позвонить нашим логерам. Они требуют позвонить своему логерам. Мы требуем нашим логерам здесь, сейчас! Они требуют немедленно вызвать своего логеря. Дипломат, который арестован, таких случаев было много, американских дипломатов, он тут же требует своего консула. Приезжает консул. Вот в присутствии консула задавайте вопросы. Поэтому есть уже сложившаяся практика. Дипломатов мы и они не трогают. А высылают их спокойно. Вот меня, например, высвали так. В 65-м году я выехал с семьей. Ну, я был засвечен, уже знали, что я шпион русский. Вот они меня и высвали. Тихо. Тогда вообще было принято как-то очень скромно все делать. Без шума в печати. Консул Соединенных Штатов, вызванный в приемное КГБ, не принял никакого участия в судьбе незадачливых Крокетов. Он лишь с досадой заметил, что-то мы слишком часто начинаем встречаться. А спустя 48 часов супруги Крокеты, задержанные с поличного время проведения тайниковой операции, были вынуждены покинуть пределы Советского Союза. Они были объявлены персонами Монграда. Суд над Филатовым начался 10 июля 1978 года. Он обвинялся в совершении преступлений, связанных с изменой Родины и контрабандой. 14 июля военная коллегия Верховного суда СССР под председательством полковника юстиции Марова приговорила Филатова к расстрелу. Однако приговор не был приведен в исполнение. После подачи Филатовым прошения о помиловании, смертная казнь была заменена 15 годами лишения свободы. Из доклада ЦРУ. Советские граждане представляют группу людей бдительных и чрезвычайно подозрительных. Акт предательства, будь то шпионаж или побег на запад, почти во всех случаях объясняется тем, что его совершают неустойчивые в моральном и психологическом отношении люди. Предательство по самой своей сути нетипично для русских. Только несколько десятков из них оказались предателем. И из этого числа лишь единицы работали на нас в качестве агентов. Выйдя на свободу, Филатов первым делом обратился в посольство США в России с просьбой компенсировать ему материальный ущерб и выплатить ту сумму в валюте, которая должна была находиться на его счету в американском банке. Американцы сначала долго уклонялись от ответа, а потом сообщили филатологу, что право на компенсацию имеют только граждане Соединенных Штатов Америки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин